Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 568. События дня, как эпиграм. 1 Коринфянам 9.22. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. За 3 июля 2017 года. Беседы с сектантами о крещении. Это мне тему или вопросы задают. Михаил. Не знаю фамилии, еще первый раз вроде бы зашел. Мир вам и доброго времени суток, Игнатий Тихонович. У меня возникла проблема при беседе с баптистами. Дело в том, что когда мы говорим о крещении, они близко приближаются к православной концепции. Что крещение водой и Духом Святым это один акт. А возложение рук и получение Духа Святого и его дорог это другой акт. Ну, порядка. Они приближаются. И сколько лет приближаются? 300 лет все приближается и никак не приблизится. Еретики. Еретики. Последователи, наследники. Дафана, Агарона и Корея. Число 16 глава. Не имея рукоположения, не имея связи со священством, они рассуждают о таинствах. С ними разговаривать об этом не надо. В первую очередь они должны войти в церковь. А подражать там что угодно могут. Совсем люди даже не верят в крещение. Крещение было и до Христа, и по-разному, и у разных народов, как обрезание. Рассуждать даже не надо на эту тему. А дальше они говорят. У них все повреждено. И поэтому не осененные благодатью Духа Святого, они сразу же уклоняются влево, а не вправо. Вправо это в церковь. Церковь, где Христос. А они не церковь. И поэтому, не имея возложения рук епископского, не имея этой благодати рассуждения святых отцов, они могут блукать, блуждать сколько угодно. Дальше разговаривать уже не о чем. Они говорят, совершенно сторонний человек, как он может об этом рассуждать? Где-то в каких-то вопросах, там может еще, а здесь нет благодать открывать. Благодать. А благодать они этой не имеют, потому что толкования нет святых отцов. Они отвергли эту благодать. Но как рассуждает златоуис, нас интересовать должно, как понимал Игнатий, богоносец, которого Христос брал на руки младенцам. По порядку всех перечислять. Они все отвергли. И они, наверное, сужают разглагольствовать о крещении, возложении рук. Рассуждать даже и не о чем. А один вопрос решать только что, они должны войти в церковь. Пока этот вопрос не решен, все остальное, ну, просто слова, по-простому сказать, краснобайство, болтология, что угодно. Они могут разное говорить, конфессия, динаминация. Спросите, откуда взялись эти слова. Это все делает дьявол, прикрывает слово ересь. Еретики. Самые полновесные еретики. Нет возложения рук, нет Духа Святого. Восьмая глава Деяния Апостолов. И разговор даже и вести не надо. Ты их не убедишь. Почему? Он не имеет благодати. Повторяю, благодать открывает, отверзает ум к уразумению Писания. Я невеждаю, как скот был я пред тобою, пишет Давид. Доколе не вошел в храм Божий. Они не вошли в церковь, как скот. Мыщат, издают какие-то звуки. Это Дух Святой сказал через Давид. Доколе не вошел. И так, на скользких пустях поставил их. На скользких. Баптисты рассуждают. Так, адвентисты и иначе. А их таких тысячи. Не знаю сколько, но говорят 21 тысяча. Ну, уменьшим даже 11. Еще уменьшим 5. Ну, это не 2, не 3 человека. И все по-разному понимают. И все разглагольствуют. И друг с другом не имеют иконы. Ух, 3 вопроса, которые они не могут решить. Изображение священное, иконы. Идолы для них, иконы идол. Даже это они не понимают. Ну, второй вопрос. Это вопрос о церкви. Вообще никак не понимают церковь, где двое или трое собрались. Двое или трое. От них отделяются постоянно двое или трое. Двое или трое выпивку соображают на вокзале. И третий вопрос о тысячелетнем царстве. Все заблуждаются. 100%. Что оно будет когда-то. Хотя оно началось на Голгофе. И закончится за 3,5 года до пришествия Христа. А у них пришествий никак не меньше 3. А то 3 или 5. А их всего 2, 2 раз явится. И дальше поясняется, что для ожидающих Его во спасение. Не для очищения. И далее, вот что здесь говорит. Крещение водой, Духом Святым. Прочитайте. Даже язык мозолить не надо. Вот они рассуждают, приходят. Я выставляю это. Мог бы не выставлять. Дальше. Прочитайте эти места. Миропомазание. Православных. Принимать так, как церковь установила. Церковь Христова. Это его невеста. Они хулители, церкви. Ну, не дано ему. Вот как разговаривать с человеком на языке, который ему не знаком. Язык благодати для них не знаком. А они уверовали. Благодать касается всех. Уверовали. Уверовали, приняли и забыли. Все. В церковь не вошли. Вне церкви нет спасения. Ну, и Лориона Троицкого. Прочитайте книгу. Просто зарядите. Вне церкви нет спасения. Это исповедник. Мученик Христов. Какие стихи я прочитал. Он несколько раз посмотрел. Ну, все. Отвечать нечего. Да, коли он не в церкви. Помощь мне с этим вопросом. Один вопрос. Отойдите от них. Или лучше позвонить вам в скайп. Скайп позвонить. Это только после 10 октября. Просто объяснять. Вам можно. А с ними на эту тему говорить не надо. Зачем жемчуг разбрасывать? Они попирают его. Они не крещеные. Не имеют... Они даже крестят неправильно. Они не опрокидывают на спину. Никогда церкви так не крестили. Опрокидывают на спину. Это положение во гроб. А Павел говорит. Мы крестились. Смерть его. 4 глава. 4 стих. Считай. Послание к римлянам. Они не понимают это. Христос умер стоя в смерть. Человек должен подгибать ноги. И подниматься. И церковь восстановила троекратное погружение. Троекратное апостольское. Пятьдесятое правило. А православное. Православное совсем только... Во многих местах только мощат и все. Какое подобие будет? Погружение это погружение. А какое погружение, когда стоит на капельном полу? Юрий Соболев пишет. Мир вам Игнатий Тихонович. Актуально и злободневно. Я не могу никак найти. Я отвечаю. Когда вы вводите на журнал Андрея Кураева. То выскакивает в рамки надпись такого содержания. Изменение пользовательского соглашения. Какое было? Чтобы я узнал, как оно изменено. И закрывает содержание журнала. Андрей не может этого не знать. Раньше такого не было. И я не могу ничего читать. Что изменение? А ради чего? Чтобы где-то какие-то деньги снимать. И там сидят люди около него. Журнал считает таким важным, что без денег нельзя туда зайти. И люди будут ломиться туда. Не знаю. Что это означает? Для чего? Платные услуги. Внизу иногда остается в тумане написанное. Считаю. Ничего для себя полезного. Там не нахожу я давно. О том кричу. И вот священник один такой-то. Он где-то. Ну вот как в Красноярске двое там ушли. К еретикам их отлучили. Это вот священник начинает с этого. Журавлев, Кривляне. Это я давно-давно этот материал знаю, Юрий. Давно он мне хорошо известен, как священник говорит. А в Боге нет проповеди. Родиться свыше и быть Вадимом Духом Святым. Все остальное отпадает. Подробности такие. Да этим подробностям конца не будет. И все это от безделья. Вот посмотри на нашем видеоканале. Стоят новые ролики. Конкретно показана сама жизнь. Пускай покажут там, кто еще есть. Кто? Андрей Кураев, он знает это. Опубликовал это. Хорошо, что там. Но дальше-то этого не идет. Остальные только боятся. Льстят епископу и прочее. Все это понятно. Зачем это мне нужно? Когда я вижу это, я об этом говорю, я не просто говорю, кричу. В десятки раз больше, чем этот священник сказал. Так я конкретно рассказываю о том, почему, где главная заковыка. Когда она началась и как исправить. А здесь ничего нет. Он просто показывает, разобрался, увидел. Кто написал священник? Опять же, нигде ничего нет. Нет. Вот зайдите вот у нас. Мы с утра до вечера работаем. Прошла буря там, разрушила. Вот передо мной сижу, говорю. Дерево рухнуло, переломленное. Мы обязательно убираем, работаем, показываем со всех сторон жизнь. Вот утренняя молитва, дети работают. Вот конкретно показано. Приезжают люди. Здесь ничего нет. Просто говорит кто-то. Он может по другой фамилии быть. Даже фотографии нет никакой. Ни одного шага нет. С кем разговаривать-то? Может сидит, фантазирует какой-нибудь, как там побыла она в монастыре где-то. И написала. А ее ловить даже не надо, видно. Зачем ты лезла туда? Это дело свободное. И подыскивается там. Матушка поступала так-то. Она властная. Она и должна быть такая. Она руководит. Разные люди приходят. Я могу об этом рассуждать. 45 лет был начальником детского лагеря, который сам основал. И которому равных нет. Ну просто даже вот. Готовят, как крещение, священник. Пусть он готовит. Сколько? 20 минут. У нас 500 часов. Ну 20 и 500. Это в полторы тысячи раз разница. 20 минут. Я ничего не могу сказать. И отвечать нечего. Вчера у нас был понедельник. Одна женщина просилась на крещение. Мы не допустили ее. Она разобиделась. Видно, что разобиделась. Дочка была здесь сегодня. Ее отправили домой. Виктория Скрынник. Ну и все такие были. Братья, они там с большим трудом закрыли крышу, где буря сорвала. Сорвала, что гвозди выдернуло. Дома рушатся, крыши поднимают. Но здесь именно только шифер. Весь день ушел в двух. Я там лазил. На липочке на этой висишь. Ну вот так. Ребята в детский лагерь посмотрели. Гляжу вчера. Фильм. Сбежавший из ада. Мне интересно, кто он там. Баптистский негр. Который говорит. Ну, как у русских избрали. Сейчас какого-то венчали. Уже венчали. Императоры. Михаил Георгий. Вот что-то подобное. Как уголовника какого-то подобрали. То ли никого больше в Америке нет. Ну, он даже внешне-то весь. И глазами он как крутит. И стоит негр какой-то. Ну, не знаю. Слова такие, говорит. Очень даже странно. Ну, сравните с видом Яна Крестьянкина, Николая Гурьянова. До любого пресс-фитера. Настоящий священник. Простой священник даже. Как он выглядит. Который бороду не трогает. Не бреет. Стоит какой-то бритый негр. Ну, просто даже артистом нельзя назвать. Вот посмотрели. Там после этого еще смотрели. Называется притча православная. Какого-то юродивого. Подобрали. Это артист такой же. Он кривляется. Падает. Придурок. А над ним возвышается Ава. Говорит. Посылает. И вот он со свечой, чтобы не погасло. Дурь. Дурь православная. Да сравните с баптистским фильмом в каких-нибудь вузах. Как они там проповедуют. И здесь. С чем сравнивают? Ничего нет. В басне. И фильм поставить не могут. Как остров. Всю жизнь ходят. Считают Иисусову молитву. И не верят, что Бог его простил. Фильмы-то православные. Это они смешные. Карикатурные. На истинную христианскую жизнь. Истинную христианскую жизнь. Если показать, как были, шли, страдали за Христа. Там проповедовали. Поставь биографию. Вот в вузах сидит Владимир Филимонович Марцинковский. И сравни, как описывают даже сами, которые епископы были. Там клюкву давят на нижних нарах где-то. Им литургия нужна. Не то, что сравнение. А даже смешно сравнивать. Чтобы быть христианином, достаточно было бы родиться свыше. И быть Вадимом Духом Святым. А отсюда-то все проистекает. А этого и нет. А вот так где-то по наследству все считаешь. Не то. Все это не то. Еще раз. События. Батюшка пришел вчера, тут у меня посидели, побеседовали. Рассказал, как там в общине. Я в курсе всех делать их. Ну и показать наши ресурсы. Сейчас покажу я. Это первое. Мой мир. Вот я тут в шапке. Очень богатый ресурс. Богатый. И здесь же можно писать, говорить. Вот. Видишь. Все здесь у нас за столом. И мостик. В храме. Вчера уехал у нас здесь Василий был племянник. Латкин поехал в Новосибирск. Дальше готовится бракосочетание племянника Марка. Калашникова с Марией Варабаш. Туда едут они на свадьбу. Я пытался уговорить их, чтобы не ездили, а сидели здесь. Вы здесь нужны. А там только мешать под ногами. Там и без нас хватает. Я никогда не езжу на такие свадьбы. Никогда. Никогда. Даже, ну, если вот я поехал в Америку, так и то я там больше полгода в университетах, где вел занятия, задавал вопрос, ехать не ехать. И только Зоя Карахмальникова, Зоя Александра меня убедить сумела. Говорит, вы должны сами увидеть своими глазами. Потому что тогда слово ваше будет иметь, ну, другую силу, нежели будете говорить с написанного где-то. Жил в Парижардан-Вилле, ну, а больше сейчас в Синоде. Поэтому митрополита Виталия, хорошо, знаю, вот сегодняшний Иларион, тогда был он епископ. И то поехал, только тогда поехал. А так и бесплатно, в Иерусалим и везде. Никогда не поеду. Никогда. А зачем? Лучше потеряю, кинет ничего. Здесь свобода. Никому не надо, тут крапивой под окнами заросло. А в Америке, в Германии меня бы тут оштрафовали. Едешь, все загорожено везде. Никуда ни шагу, ни в один лес не зайдешь. Ну, у нас, да, действительно, помойка там 100 метров. В любом месте остановись от дороги в лес. А дальше-то можно грибы собирать, ходить, одно другого стоит. Ни в какое сравнение не идет. Я могу об этом рассуждать, потому что мы проехали от порта Находка из Барнаула. От Тихого океана до Атлантического, Лиссабона. Ну, проехали все эти длинные мосты в Дании. Все это видели. Скандинавию, Прибалтику, Север и Юг, и Турцию прошли. Есть с чем сравнивать. И скажу, что лучше потеряю, кинету. Пускай кто-нибудь выйдет на меня и опровергнет это. А почему свобода? Свобода, да, нет зализанных дорог. Мы помаленьку делаем, что можем. Так, применить я здесь свои силы. Безобманно, православные. Соблюдаются все правила, каноны, посты. Люди приезжают. Такая дружба мы показываем. Там нет и лицемерия. Все искренние. Искренние отношения. Тут же дети. Вот. Ровное место. Ничего не было. Я все прошу. Убираем там деревья, пилим. И, наконец, на этом месте озеро делается. Пруд. Ну, кто может показать конкретно? Вот из тех, кто ко мне заходит. Это все-таки не два человека просмотров-то у нас. Я сейчас покажу, сколько. Вот. Дальше у нас сколько просмотров. Сейчас я скажу. Это 6 миллионов 735 тысяч 524. Ну, и смотрят все-таки люди. Смотрят. Вот сегодня только поставил, уже заходят. События дня. Ну, и скажите, где лучше для воспитания детей? Какая природа? Тишина. И вот где не считаешь, везде какие-то змеи, скорпионы. Компионы там в Австралии сто в башмак залезет, то крокодилы, то лев. У нас ничего этого нету. Полная, стопроцентная безопасность. Ни клещенцы политных, ни комаров малярийных, ни вшейтифозных. Ничего нету. Полная свобода. Бери землю, обрабатывай. Земля плодородная, вода рядом, хорошая, колодцы свои, ни от кого независимые. Электричество, конечно, зависимость есть, ну, в пределах разумного. Нет электричества, вот отключают нужды нету, работаем так же. И в храм придем, и керосиновую лампу можно зажечь. Поэтому события все сходятся на наших внутренних отношениях, и благодарим Бога. Вчера вот я объявил, там приходит Надежда Васильевна, матушка Виктор Николаевич, чтобы у нас завтрак в 8, обед в 2, ужин в 7, чтобы их не звать, не искать. До 10 октября свободно приходят и садятся за стол. У нас готовят. Вот тут Марина Сергеева. Она думает, остаться дольше, может быть, будет. События дня просто наполнены. И все это без натягу. У меня, что жду, бульдозер никак не привезут. Из другой организации мог бы заказать, но не люблю я менять партнеров. Потому что с ними уже сотрудничали, там, начальник Валерия, мне нравится. Расчет каждый день, и никогда не было недоразумений. Ни разу, так уже не один год мы техникой их пользуемся. Ищу экскаватор Драглайн. Вот кто услышит, посоветуйте, выведите на нас. Нам нужен Драглайн. Он тросом тянет большой, там, четверть кубометра, наверное, у него. Ковш углубить. Дойти до родников. Работа большая. Конечно, оплачивается. Полторы тысячи за час. Полторы тысячи. За доставку, доставку тоже, это наши расходы. Ну и вот показываем наш православный видеоканал. И здесь же у нас есть православный форум. Тысяча шестьсот тем. Вот он как выглядит. Зарядить только и найти. Ну и последний, самый большой у нас ресурс, это православный библейский сайт. И вот в этом православном библейском сайте вопросы 4124 разбиты на 55 папок. Вот тем. Вот на эти темы мы выходим. Я немножко каждый раз даю, хотя бы по вопросу. Сейчас вопрос темы внутренней жизни человека. Вот один из вопросов открывает 237-й, первый том, открытым оком. Счастлавие и славолюбие – это грех. Вы тщеславны? Любите ли, чтобы вас хвалили другие? Есть ли у вас свои ангелы и херувимы, воспевающие вам славу? Какие вопросы задают? Ну, кто задает? Я не знаю. Без подписи. Студенты это, преподаватели, профессора. Не знаю. Там у меня и академики, и кого только не было. Пять университетов. Университет дальше. Академгородок. Новосибирский занимался. Отвечаю. В мире есть поговорка. Прошел огонь и воду и медные трубы. Огнем называют горькие огненные испытания, водой милости Божьей. И медными трубами славу в средствах массовой информации или от окружающих. Один из святых говорил, что, трудясь над своей душой всю жизнь, он достиг бесстрастия при нанесении ему обид и не чувствовал ни малейшего раздражения и гнева на поносящего и ударившего его, но ни разу не смог перенести похвалу без внутреннего удовлетворения ею. Более всего погашает звук хвалебных кликов, остужающее поношение. Конечно, приятно, когда есть друзья, и они ценят то, что ты делаешь. На мою долю Бог отпустил и огонь, и воды, и трубы. Это моя биография. Почему-то никто ни разу не позавидовал мне искренне, когда меня сажали, поносили в печати на сотни тысяч экземпляров. Смотри нашу книгу для слова Божия. Нет, уз. Ставили специальные поносные фильмы клеветнического содержания и прокручивали их на миллионную аудиторию. ГТРК «Алтай» фильм «Пролог» Лавриненко Сергея Николаевича «30 минут 27.07.99». ГТРК «Алтай» программа на лестничной площадке «Ведущая Прокофьева Ирина» «32 минуты 17.03.2001». Этот позор я хлебаю один. И мне понятны слова пророчества о Христе. Исайя 63.03. Я топтал-точил один из народов. Никого не было со мною. Выступление против меня зампредседателя Краевого Законодательного Собрания Алтайского Края, главного идеолога Крайкома КПСС Петренко Владимира Сергеевича, По радио, в законодательном собрании, его запросы в различные государственные инстанции, вызовавшие против меня и лагерь Астана 15 государственных комиссий краевого масштаба только за один год, за два месяца. Многие из бывших членов нашей общества, евшие хлеб мой, подняли на меня пяту и соединились с припохабной газетой «Московский комсомолец на Алтае» со статьей в этой газете от 29 мая 1999 года, где 47 раз допущена неправда, а художник Курдюмов изобразил черта в монашеской мантии с скандалами и плетью в руках, вылезшего из бункера и надпись над его головой «Община отца Игнатия». Мое сердце все это вынесло, и я ни на кого не обозлился и подал на всех их истки по закону в защиту себя и православия, и все процессы полностью выиграл. Горечи было так много, что похвала, или лучше сказать слова поддержки, ничего не принесли, кроме умиротворенности. Почему-то все забегают впереди меня и заглядывают мне в глаза, радуясь ли я по хвалам за достойную победу, одержанную над еретиками и коммунистами. Отвечаю, да, радуюсь, и благодарю моего создателя за дивную победу, которую он увенчал, которыми мой жизненный путь. Я каждый раз поражаюсь, как много у Бога скрыто от внешнего взора добрых людей, и они встретились на моем пути и приняли участие в моей жизни к моему благу. Я не верю в искренность этих вопросов об ангелах и херувимах. Бог позволил прожить мне интересную жизнь и позволил мне всю жизнь открывать в себе все новые таланты и посвятить их Богу и людям. Когда я поставил задачу довести до русских людей Библию, творение святых отцов 300 томов, жития святых 12 томов, книгу правил и начитать большую часть из всего этого на магнитофонные пленки и растиражировать это в сотнях экземпляров, один экземпляр состоит более чем из 200 катушек, по 8 часов 20 минут звучания каждая, то некоторые благочинные архиереи, сами же получившие от меня все это бесплатно, спрашивали, а не подходит ли ко мне гордость, что меня мой голос слушает не только по всему Советскому Союзу, но и за границей. Я отвечаю, а мне и думать об этом некогда. Филиппийцам 3.13. Братья, я не посчитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Людям, которые рядом со мной, не совсем просто переносить то, что я говорю, невзирая на саны и звания, и при том открыто в глаза. Если кто-то хвалит меня, то он в этом горько раскается в ближайшие же часы. На эту наживку пусть клюют другие. Истинную оценку наших трудов даст только Бог. Благодарю вас за такой открытый и едучий вопрос. Тщеславие, когда люди ищут, чтобы их прославляли, они были на слуху, но ничем не подтверждают то, за что их хвалят. Славолюбие может быть и славой, хвалой за достойное, за действительное. Этим оно отличается от тщеславия. Мне пришлось сниматься в четырех документальных фильмах. Два из них целиком посвящены моей биографии. Златоус из Потеряевки, режиссера Владимира Сергеевича Кузнецова, красноярский филиал Свердловской киностудии, занявший первое место в России среди документальных фильмов о православии, и «Глаз вопиющего» или «Второе крещение Руси» режиссера Юрия Николаевича Малашина, новосибирская киностудия «Опь». Конечно, как говорит Иоанн Златоуст, «Мне сплели похвальный венец больше моей головы, и поэтому венец опустился на плечи, а голова осталась неувенчанной». Он же добавляет, что слава имеет такое свойство, как капризная женщина. Чем больше кто за ней гонится, тем дальше она от него убегает. И чем настойчивее человек убегает от него, тем стремительнее она настигает его. Но считаю, что самой произошел тот самый случай, потому что фильм «Причувствие Кузнецова», в котором я принимаю участие, занял первое место на международном киноконкурсе. И каждый раз, когда кому-то нужно приехать поснимать у нас, не в раз приезжают, а я еще поломаюсь, поуговаривать меня надо раза три. А потом будут благочинные и прочие бесчинные вопрошать, сколько же денег вы туда вломили. Чтобы о вас такой фильм поставили. Отец Николай Бурдин так во всеуслышание в храме на Южном и говорил, Игнатий закупил всю прессу и в Москве за американские доллары. Как говорится, каждый судит о другом по своей испорченности. Ни об одном губернаторе не сняты такие фильмы. Почему? Вот здесь был, вы знаете, Евдокимов Михаил Сергеевич, друг президента Путина. Он прилетал сюда на похороны его. И о нем фильм сняли, собирали, там и деньги, и все. И что? Ничего нигде никто не знает. Ничего и нету. Когда я приехал в Америку, а там смотрят фильмы про нашу Потеряевку. Стою в здании аэропорта в Вашингтоне, и ко мне подходит человек пять и спрашивает, Мы вот едем в Иркуст, не знаете, по пути ли нам заехать в Потеряевку? И смех, и грех. Чтобы столько снимали о ком-то, значит, действительно, что-то должно быть интересное. Тут уж никакие ангелы-херувимы не помогут, в кавычках эти слова. Денег много у любого бизнесмена, а они могут заказать и не один фильм. Но чтобы он был продаваем, его искали и смотрели, и дали престижные премии на мировом кинофестивале, это уж увольте. То есть нет этого. И так и нужно сказать. Ну, нет. А если было, то я спрошу, где второе. Возьмем. Вопрос 238. Уныние и нерадение. Это разные вещи или одно и то же? Ну, что интересно, вот заметьте, этот вопрос задают Смирнову Дмитрию, там, который выступает, который батюшки на слуху. Вот. И посмотрите, Косипову, там, Ткачеву, грамотных, с академиями, как они отвечают? И мне совершенно не имеющему духовного, как они говорят, образования. У нас ответы-то не сходятся. У меня был один священник, Владимир Карелин, вот, приезжал тут. Он с ногами на кровать вместе залез среди этих бумажек, которые мне вопросы задавали, а я их вывалил, а там больше трех тысяч. Представьте, три тысячи записок. И он выбирает, какие дать. В это время был на Панаиле романах, судников, он печатает, а я говорю, отвечая на вопросы. И отвечаю, допустим, он отобрал, отец Владимир, хороший батюшка-то, где-то в ША, где-то служит, там, не знаю, где-то, назвать даже не знаю, как. И он говорит, опять я неправильно отвечал. То есть он сам, читая вопрос, отвечает и слышит, как я отвечаю. И ни разу не попытался оспорить, и сказать, мое-то мнение правильное, а не ваше. Нет, а почему? Он сразу же должен будет сказать, Бог не прав. А он это боится. Почему? Я отвечаю то, что Бог говорит. То есть я не отвечаю. Я указываю места, где Бог в Святой Библии это сказал. Если человек начинает оспорить, то он должен сказать, что он, этот человек, спорщик, правее святых отцов. Почему? Так я ссылаюсь на них, привожу выдержки. Ну а если, ну если, он должен сказать, что он правее вселенских и поместных соборов и святых отцов, потому что я цитирую правила из книги правил. Ну это непросто. И вот написано. Ответ. Нерадение это безразличие. Русское, а бы как, и так сойдет. Лежало оно до нас тысячу лет, пусть лежит и дальше. Старобрядческая мудрость о том, что ничего не надо улучшать и совершенствовать. Иисус Сыновина 18.3. Сказал Иисус сынам Израилевам. Долго ли вы будете не родить о том, чтобы пойти и взять в наследие землю, которую дал вам Господь Бог отцов ваших? Притча 18.10. Нерадивый в работе своей брат-расточителю. Притча 19.15.16. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод. Хранящий заповедь хранит душу свою, а нерадивый о путях своих погибает. Матфея 6.24. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одного станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Лука 11.42. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смятые руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Иоанн 10.13. А наемник бежит, потому что наемник и нерадит об обсах. 1 Тимофея 4.14. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. 3 Езра 7.20. Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божием. 3 Езра 15.16. Люди сделаются непостоянными, и одни других одолевая, вознерадят о царе своем. И начальники охоте дел своих в пределах своей власти. Это прямо на сегодняшний день. Сирахов 4.33. Не будь скор языком твоим, и ленив, и нерадив в делах твоих. Это я отвечаю с кафедры в университете. Вопросы внезапно идут где-то. И Господь позволял мне вот так отвечать. И вы что наизусть знаете? Ну, видите, ответы даю. Потом расширял их. Да, Бог дал мне знания благодатью своей. Это не мое, это невозможно запомнить. А вопросов-то только сохраненных, это малая часть, 4124. Сохраненные. Иные ответы на десятки, на десять страниц могут быть. Ответы. Выдержки. 14 раз Библия упоминает о нерадении. И всегда в отрицательном смысле. Нерадение порождает плохо сделанные дела. Оно обычно там, где нет дисциплины. Ответственности. Нерадивые люди всегда как будто в сонном ожидании, что жизнь даст им что-нибудь более интересное, чем настоящее. Блаженный Августин детально, в пророческом состоянии, рассматривает жизнь и подводит итог. Нам принадлежит только миг. Будь бдителен, бодр, суров к самому себе, как будто следующая секунда уже не наша. Колосиным, 3.23. И все, что делаете, делайте от души. Как для Господа, а не для человеков. А если не так, то остается абы как. Такая работа конкурс не пройдет, и никто этим не может быть доволен. Уважения нет, почета нет. Наступает уныние от плохо сделанной работы. 1 Тимофея 6.6. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Любую работу нужно делать с радостью и благодарностью, что Бог позволил участвовать в этом. Обязательно прочтите один день святой жизни митрополита Григория. Всегда делать работу быстро, чтобы она не надоела. Забвение нас затюкало, заело. На каждый шаг, где положил, сказал. Считаем это льготой, так умело. Чуть что блеснет привычная слеза. Ведь я не специально, ты не веришь. Да я и не хотел, но как-то позабыл. То шторки не закрыл, то рот, то двери. А ты что, разве стариком не был? Мы куролесим слово извержением, пуская пузыри по бороде. Мы обещаем всем святым, но женим совсем не там и не на той воде. У нас страна тройного измерения. Одно мы думаем, другое говорим. Но в-третьих, нам не сделать. В каждом Ленин, в забвение страха Божия, как в Рим. Со всех сторон, с любого начинания, взрываем языком по бороде. Нам силы воли не хватает, знания, но полон рот слюней по бороде. Языком по борозде. Забыл, не был, три короба в запасе, с трибуны депутатской набрехал. Наш паспорт нам не свой, чужая подпись в кассе. Кричим делами. Я болтун, нахал. Но на суде, на том, где адвокатов наших не будет, каждый за свою печать, за смысл, за намерение, тихий кашель и за подмигивание будем отвечать. Какие книги и библиотеки из наших слов забытых обещаний нам срок провозгласят отныне и вовеки, в том воскресенье, которого мы чаем. Припомним срочно. Лютое забвение наш враг, не адвокат и явно не помощник, что обещал в воде, на суше, на коленях, в глаза, по телефону и заочно. Сам распакуй забвение арсеналы. У христиан без клятвы да и нет. Алмаз отверже, чтобы нас признали, за тех, в ком Бог, как истина и свет. 12 мая 2002 года. Вопрос 239. Открытым оком первый том. Человек страдает от тоски. Чем ему помочь? Ответ. Рецепт один от всех недугов. Уверовать во Христа и жить со Христом. И все пройдет в один миг. Тоска от потери чего-то может быть погашена возвратом того. Если это возможно, через примирение вернуйте. Значит, и не нужно искать другой выход. Случай с царем Саулом, впавшим в страшные грехи, прогневавшим Бога и отходящим с земли под гнетом ужасных грехов и нераскаядности, раненый смертельно на пони брани на поле. Второе. Сарс 1.9. Тогда он сказал мне, подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне. Притча 12.25. Тоска на сердце человека подавляет его, а доброе слово развеселяет его. Нужно чаще открывать вечное слово Божие в Святую Библию и в ней находить утешение. В обещаниях, в обетованиях Божьих ответ на все скорби, на тоску и печаль найдешь утешение вечное. Хорошо иметь твердых и в вере товарищей, которые помогут в молитве и утешат примерами житий святых. Молись прилежно. Исайя 38.14. Как журавль, как ласточка, издавал я звуки. Тосковал, как голубь. Уныло смотрели глаза мои к небу. Господи, тесно мне. Спаси меня. Предсмертная тоска расставания с жизнью особенно тяжела для святых душ, которые ощущают близость смерти пронзительно ясно и знают, что, может быть, их жертвой для многих напрасно. И взяв с собой и Петра, и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Матфея 26.37. И вопрос 240. Что делать маловерующим родителям, если ребенок заболел эпилепсией? Первый том открытым оком. Ответ. Для неверующих и маловерующих, что в большинстве случаев одно и то же, идти в поликлинику и попытаться помочь через врачей. Сирахов 38.12.13. Дай место врачу, ибо его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время в их руках бывает успех. Маловерующий – это сомневающийся человек. Яков 1.6. Но допросит с верой, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Римлянам 14.23. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере – грех. В слове Иоанна Златоустова, своему другу Стагирию, первый том его творения, ясно показано, что Бог может допустить даже беснование своего чада для большей его славы. Что такое эпилепсия, до конца и врачи не знают. Быть может, это одна из форм одержимости. Если верующим не все открыто, а только призывается они к подвигу и большему подвижничеству во имя Христа, то про маловерующих не приходится говорить. Мы должны согласиться с этим, что Бог дает все, однако, на сегодня.